МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светлана Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перспективы и возможности развития частной космонавтики в России обсуждают в Самаре. В конференции принимает участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Более 260 тысяч пассажиров перевезли дачные автобусы в мае и июне, как организованы перевозки в этом сезоне. На улице Третий проезд появится новое асфальтовое покрытие. Сегодня там приступят к укладке верхнего слоя. В Самаре продолжается ремонт дорог по нацпроекту безопасной и качественной дороги. Необычные зрелища для жителей областной столицы. В Самаре устроили публичное кормление слонов. В Самаре стартовала конференция «Перспективы и возможности развития частной космонавтики в России». Ее организовали НОЦ «Инженерия будущего» совместно с МГУ, госкорпорацией Роскосмоса, а также НТИ Аэронет. В конференции принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Экспертные сессии посвящены тенденциям развития космонавтики в современных условиях, потенциалу роста рынка космических услуг, взаимодействию государства и частных компаний этой сферы, правовым условиям развития частной космонавтики в России. Дмитрий Азаров отметил, это обсуждение и инициативы Роскосмоса дают не только серьезную пищу для размышления, но и руководство к действию. Одной из целей конференции губернатор назвал выработку рекомендаций и запросы для властей. Необходимо определить, какие усилия нужны на региональном и федеральном уровне и с какими инициативами следует выйти, чтобы идеи притворились в жизнь, а инвесторы вкладывали средства в российскую космонавтику, а не в зарубежные проекты. Главу областного центра Елену Лапушкину наградили почетным знаком за труд во благо земли Самарской. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров. Документ размещен на сайте областного правительства. В постановлении уточняется, что Елену Лапушкину удостоили награды за значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области. Коллектив телеканала «Самара ГИС» поздравляет главу города с заслуженной наградой. Государственная Дума России приняла закон о праве заемщика оформить кредитные каникулы по потребительскому кредиту. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Госдумы. Согласно новому закону, с 1 января 2024 года на постоянной основе будет действовать механизм кредитных каникул для потребительских кредитов, который был введен в 2020 году как временная мера поддержки граждан в период пандемии. Ранее такое же решение Госдума приняла в отношении кредитных каникул по ипотеке. Закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заемщику избежать банкротства, а кредитору снизить риск невозврата кредита. В случае, если человек заболел, потерял работу, и его среднемесячный доход упал больше, чем на 30%, он сможет до полугода не платить по потребительскому кредиту. В таком случае сведения о кредитных каникулах будут вноситься в кредитную историю, но не будут ухудшать ее. Сообщается также, что предельный размер потребительского займа, по которому могут быть предоставлены кредитные каникулы, будет определяться правительством России. И еще один закон, касающийся кредитов, был принят Государственной Думой. Все услуги, которые оплачивает клиент, должны включаться в полную стоимость потребительского кредита, прокомментировал автор инициативы, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Согласно данному закону, в расчет полной стоимости кредита включаются любые платежи заемщиков в пользу кредитора и третьих лиц, в том числе по оплате их услуг, предлагаемых заемщику при предоставлении потребительского кредита. При этом включение в расчет платежей не зависит от того, за чей счет они уплачиваются заемщикам – за собственный или за счет заемных средств. Однако в расчет полной стоимости потребительского кредита не включаются платежи за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщикам обязательства по возврату потребительского кредита. В Самаре почти километровый участок улицы Третий проезд обретает новый облик. От дома номер 38, который находится в районе перекрестка с улицы Артемовской, до дома 185А по проспекту Карла Маркса идет ремонт благодаря средствам, выделенным на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». Специалисты находятся на самом трудоемком этапе работ. В эту среду велась укладка нового покрытия проезжей части. Наблюдала за процессом Галина Топилина. Третий проезд в Самаре в этом году будет отремонтирован от Артемовской до проспекта Карла Маркса. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом России. Общая протяженность ремонтируемого участка проезжей части – около 1 километра. Асфальтобетонное покрытие планируется заменить на площади 6,5 тысяч квадратных метров. После фрезерования подрядчикам выявлены ослабленные места и проведено укрепление основания дороги. На данном объекте производим работы по ремонту оснований общей площадью порядка 400-450 квадратных метров. Это у нас подразумевается нижний слой асфальтобетонного покрытия, замена щипня. Заменены люка смотровых колодцев, даже приемные решетки в количестве порядка 85-90 штук. При ремонте инженерной коммуникации также производили работы по ремонту опорных колец, плит перекрытия. Ранее люки колодцев и дождеприемные решетки выведены на проектные значения. Установлены антивандальные и бесшумные люки. Стоит отметить, что на всех объектах, обновляемых по нацпроекту в текущем году, люки смотровых колодцев оснащены затворным механизмом и резиновой вставкой. Специалисты рассчитывают на то, что это минимизирует случаи воровства крышек и предотвратит грохот, когда по ним будет проезжать транспорт. Тем самым исключат неудобства для жителей близлежащих домов. Помимо этого, одна из важнейших задач – обеспечение безопасности движения. Новые технологии применяются в соответствии с требованиями дорожного нацпроекта. На третьем проезде на основании из щебня уложена асфальтобетонная смесь А32НН. На завершающем этапе ремонта укладывают верхний слой из асфальтобетонной смеси А16ВН. Все используемые материалы соответствуют ГОСТу. Так, структуры новой смеси марки А16ВН более плотные за счет большего содержания щебня и замены природного песка на дробленный. Вместо полимера – адгезионная добавка, которая существенно улучшает свойства битума. За обновлением проезжей части наблюдают и общественники. Ольга Событова живет неподалеку, в доме по адресу Печорская, 27. Рассказывает, переехали сюда 8 лет назад. Третий проезд ремонтировали, но пришло время снова привести дорогу в порядок. Она важна особенно для жителей микрорайона, поскольку здесь большое количество многоэтажных домов и точечная застройка продолжается. Здесь есть ливневка, и периодически она почему-то проседала. Много ям. Мы наблюдали весь процесс, делают дорогу гораздо лучше, качественнее. Контроль за ремонтом автомобильной дороги на улице Третий проезд ведет не только общественность, но и профильные ведомства. Качество выполняемых работ отслеживается на каждом этапе. От фрезерования до укладки верхнего слоя дорожного полотна. При самой укладке выполняются такие мероприятия, как контроль температуры асфальто-бетонной смеси, отбор асфальто-бетонных смесей для испытаний лабораторных, также очистка основания и розлив бетонных вяжущих. Помимо этого, специалисты контролируют и качество уложенного покрытия. Дорожная лаборатория отберет керны и выдаст заключение в отношении соответствия условиям муниципального контракта и национальным стандартам. Обновление дорожной инфраструктуры в числе приоритетных направлений в деятельности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. По итогам прошлого года Самарская область снова была признана регионным лидером в реализации дорожного нацпроекта. В 2023 году в губернии в рамках его реализации запланировано отремонтировать и построить 85 объектов общей протяженностью 233 километра. В том числе в Самаре в этом дорожно-строительном сезоне по нацпроекту приведут в порядок 42 объекта. Работы завершены уже на 30, еще 10 охвачены ремонтом. Галина Топилина, Сергей Баскин, События. Сразу несколько общественных пространств преображаются в Самаре в этом году. В советском районе это сквер Самарец. Работы ведутся по федеральному проекту формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». В прошлом году сквер занял второе место в рейтинговом голосовании. Его поддержали 25 509 самарцев. По задумке архитекторов, пространство стилизуется под вторую половину 40-х годов прошлого века. При этом используются все современные подходы к благоустройству территории. Сквер будет наполнен смыслами, которые будут отсылать к знаменитым событиям в истории трудовой безымянки. В этом году по нацпроекту также обновляются парки, «Молодежные», «Воронежские озера», «Ерикпарк» и еще три общественных пространства за счет городского бюджета – сквера Высоцкого и первых космонавтов, а также участок между домами номер 22 и 24 по Новосадовой. Дачные автобусы в мае и июне перевезли в общей сложности более 260 тысяч пассажиров. В городе 29 маршрутов, на которых работают 52 машины. В какие дни можно уехать на даче, как оплатить проезд, и есть ли жалобы у пассажиров, расскажем далее. Дачный сезон в разгаре. Пришедшее в Самару небольшое похолодание – не повод отказываться от поездок за город. Анна Давыдова собрала родственников, чтобы вместе и поработать, и отдохнуть на даче. Тем более, что добраться до участка можно без проблем на автобусе. Организованно вообще всегда хорошо, я считаю. Я редко езжу, но я довольна. Но мы ждем, вот, например, я хочу стою, сидя, ехать. Я еду, стою, жду. Лучше следующий автобус. Уехать к дачам можно в среду, пятницу, выходные дни, а также в праздники. В каждой из этих дней на линии 52 автобуса по 29 маршрутам. Один из маршрутов работает по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. В городе 9 пунктов отправления. Это остановки Георгия Димитрова, завод Металлург, поселок Управленческий, дом Печати, площадь Кирова, Хлебная площадь, пригородный автовокзал, проспект Ленина и автостанция Аврора. Второй год. Перевозки проходят достаточно гладко. Нареканий от пассажиров нет, или они, ну, буквально единичные. Перевозчик достаточно четко выполняет свои обязательства. Сбоев практически нет. Если автобус ломается, то предоставляется замена этого транспорта. Поэтому будем надеяться, что и оставшееся время также четко и скрупулезно перевозчик будет относиться к своим обязанностям по этим перевозкам. Для пассажиров работает горячая линия. По общим вопросам, касающимся дачных рейсов, можно обращаться по телефону 8 846 207 70 11. А по телефону 8 929 707 61 38 продолжают консультировать относительно использования транспортных карт. Также свои обращения можно направить на страницы перевозчика в соцсетях. У нас работают социальные сети ВКонтакте и телеграм-канал про транспорт. Туда можно оперативно направлять информацию, пожелания, сообщения. Пассажиры знают водителей, водители уже знают свою работу, знают направление, они уже подружески общаются, сообщают о том, что в этом году плохой урожай, жалуются на погоду. Но вот что касается перевозок, нареканий не было. Не было нареканий и у людей, которых мы опросили на остановке. Все нормально, по времени, все четко. Тарифы остались на уровне прежнего года. Также сохраняется возможность льготного проезда с использованием карты школьника и садово-дачной карты. Единый оператор электронного проездного рекомендует пассажирам перед поездками проверить баланс карт и при необходимости пополнить их. Срок активации транспортной карты – один год с момента совершения последней операции пополнения или активации. Для тех, кто имеет право на получение социальной карты жителя Самарской области, действует садово-дачная и транспортная карта. Для льготного проезда нужно предъявлять и дачную карту, и документ, подтверждающий право на получение и использование соцкарты жителя области. Напомним, что в этом году дачный сезон стартовал на две недели раньше обычного. Такое решение приняли по поручению главы Самары Елены Лапушкиной. Мы благодарны ей. Уже второй год мы прям очень хорошо ездим, сидим все. Но кто не хочет, может другой. Через полчаса другой придет. Очень довольны. В мае дачные автобусы перевезли 134 тысячи пассажиров. В июне – 128 тысяч. Перевозки будут продолжаться до конца октября. Напомним, что в октябре дачные рейсы организуются только по выходным дням. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Петр Паломеев. События. Начать свой бизнес с нуля, расти и развиваться, получая помощь и поддержку со стороны. Самарский бизнес-инкубатор за годы своего существования стал площадкой, где зарождались многие самарские фирмы. О том, на какие меры поддержки малый и средний бизнес может рассчитывать, обратившись в самарский бизнес-инкубатор, узнали наши корреспонденты. Олеся Титова руководит аутсорсинговой компанией. Рассказывает, когда несколько лет назад фирма начала расширяться и назрела необходимость арендовать помещение для офиса, столкнулась с тем, что условия аренды и ее стоимость не удовлетворяли запроса. Но выход удалось найти. Девушка обратилась в самарский бизнес-инкубатор. В Самаре все-таки очень дорогая аренда. Не каждый бизнес, особенно начинающий, это может потянуть. Мы узнали, что в бизнес-инкубаторе можно на льготных условиях арендовать помещение. Ну вот, собственно, посмотрели, приехали здесь. Прекрасные условия, на самом деле, для бизнеса. Предоставляют и мебель, и технику, то есть принтеры нам предоставили, кресла. То есть можно без всего, да, для начинающих даже очень хорошо. Приехали, подали заявку, нам оформили, все, вот мы здесь. На базе бизнес-инкубатора, который существует в Самаре с 2010 года, представителям малого и среднего бизнеса доступна консультационная и имущественная помощь. Стать резидентом может любой предприниматель или юридическое лицо, отвечающее критериям малого и среднего бизнеса, зарегистрированного на территории Самары не более трех лет. Самарский бизнес-инкубатор осуществляет имущественную поддержку и консультационную поддержку малого бизнеса. Имущественная поддержка включает в себя льготную аренду офисов и предоставление конференц-залов по льготным ставкам для проведения семинаров, различных бизнес-завтраков или крупных конференций для малого бизнеса. Мы всегда открыты для общения. Можно прийти на главную 3, либо обратиться по телефону 207-25-51. Мы ответим на все вопросы. Сотрудники бизнес-инкубатора оказывают все виды консультационной поддержки молодым предпринимателям. Организуют семинары, тренинги, конференции, которые доступны для субъектов малого и среднего предпринимательства на безвозмездной основе. Анонс мероприятий доступен на официальном сайте и в соцсетях Самарского бизнес-инкубатора. Здесь же открыто окно МФЦ для обслуживания юридических лиц. Галина Топилина, Сергей Баскин. События. А теперь коротко о других событиях этого дня. В ночь на 19 июля в Кировском районе областного центра на улице Ташкентской 141 сгорел автомобиль. Вызов на пульт диспетчера поступил в 3 часа 35 минут. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит легковой автомобиль «Лада Веста». От огня пострадала и рядом стоящая машина «Шкода». Как сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области, пожар был потушен в 3 часа 52 минуты. На месте работали 9 человек личного состава. В Самаре сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Запрещенное вещество ранее несудимый мужчина носил с собой в пакете. Как сообщает пресс-служба ГУМВД России по Самарской области, во время патрулирования на одной из улиц Ленинского района полицейские обратили внимание на прохожего с признаками наркотического опьянения. Они потребовали предъявить документы. Нарушитель вел себя нервно, не мог назвать свои данные и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Полицейские установили его личность и в присутствии понятых провели личный досмотр вещей. У 51-летнего мужчины обнаружили пакет конопли массой около 95 граммов. Мужчина заявил, что наркотические растения нарвал где-то на окраине города для собственного употребления. Возбуждено уголовное дело. В Тольятти суд вынес решение по уголовному делу в отношении местного жителя, который сбил полицейского. Реальный срок мужчина не получил, но у него конфисковали Порше Панамера. Инцидент произошел в конце апреля 2023 года. 22-летний молодой человек управлял Порше Панамера в состоянии опьянения. На требования инспектора в ДПС остановиться не реагировал. Полицейские устроили погоню, им удалось заблокировать автомобиль, но нарушитель, желая скрыться, умышленно совершил наезд на права охранителя, рассказали в прокуратуре Самарской области. Во время судебного процесса Тольяттинец признал вину и раскаялся. Гособвинитель попросил суд конфисковать иномарку, так как ее использовали для совершения преступления. И это требование одобрили. Порше перейдет в доход государства. В Самарской области в июле было пресечено 224 административных правонарушения, совершенных мотоциклистами. Решение о проведении специализированных рейдов было принято после сообщений граждан о создаваемом ночном шуме водителями двухколесных транспортных средств. Особый дискомфорт доставляют владельцы мотоциклов с прямоточным выхлопом. Во время рейда выявлены 4 единицы мототехники, чьи владельцы внесли изменения в конструкцию. 4 мотоцикла, задопущенные их водителями грубые нарушения правил дорожного движения, были помещены на специализированную стоянку. Госавтоинспекторы уделяют повышенное внимание и соблюдению мотоциклистами правил дорожного движения. Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Министерство культуры Российской Федерации объявило торги на поиск подрядчиков, которые займутся реставрационными работами на двух объектах культурного наследия регионального значения в Самаре. Первый лот связан с продолжением реставрации Дома полицейского управления, здание, в котором с декабря 1917 года по июнь 1918 находился штаб охраны города Самара на улице Фрунзе. Начальная цена контракта свыше 14 миллионов рублей. Второй лот – реставрация Спаса Вознесенского собора по адресу улицы Степана Разина, дом 78. Начальная цена контракта – 99 миллионов рублей. Победители торгов должны выполнить работы в два этапа до 30 сентября 2024 года. В воскресенье 23 июля в этнопарке «Дружба народов», который располагается на улице Александра Солженицына в Куйбышевском районе, отметят День народного фольклора. Это государственный праздник, который призван способствовать сохранению, развитию, популяризации и изучению выдающегося фольклорного наследия народов России. В программе, которая продлится с 11 утра до 8 вечера, гостей ждут мини-экскурсии в национальных подворьях, мастер-классы, художественная роспись, мехенди, роспись на руках, вышивка крестиком, интерактивная творческая площадка, игра на музыкальных инструментах, частушки, песни и напевы, народные танцы и переплясы, театрализованное представление, притча из чемодана. Самарцам на открытой площадке у цирка показали процедуру кормления слонов. Прийти туда могли все желающие. В результате полюбоваться на цирковых артисток пожелали несколько тысяч горожан. Подробности у Светланы Тимофеевой. По улице слонов водили. Впервые в областном центре горожанам показали, как кормить слонов. Такое представление Самарский государственный цирк организовал при поддержке регионального министерства культуры и администрации Самары. Накануне премьеры мы решили порадовать наших жителей, показать им слонов наших, которые будут работать в Манеже. Ну и с целью привлечения зрителя к нам, конечно. Дрессировщик Давио Тони говорит, что счастлив работать в России, ведь это родина Олега Попова. Тем более выступать в Самарском государственном цирке, который носит имя великого артиста. Для меня важно было приехать в этот город, увидеть его, увидеть цирк с историей. Это первый раз, когда наш итальянский цирк приехал в Россию и в Самару, для того, чтобы показать красивое шоу для всей семьи. На шоу будет много животных, много акробатических номеров. Самарцев ждет красочное шоу. Взрослые дети увидели, как лакомятся неразлучные индийские слонихи Карла и Раня. В их меню арбузы, бананы и яблоки. Попробовали гости и траву с газона. Посмотреть на представление и сделать фото пришли несколько тысяч горожан. От мала до велика. Решили приехать с детьми, чтобы посмотреть, как будут кормить, как будут мыть слонов. Это уже необычное такое действие, которое можно увидеть. Его в простой жизни так не увидишь, а это, думаю, будет интересно детям. Вот с ребенком пришли посмотреть, потому что, к сожалению, в Самаре у нас нет возможности часто полюбоваться этими животными, поэтому решили. А вот купать слонов не стали. Помешала прохладная погода и холодная вода в Гидранте. Но зрители все равно расходились довольны увлекательным зрелищем. Посмотреть на артистические таланты Карла и Раня, самарцы и гости областной столицы смогут уже на цирковых представлениях. Сейчас в Самаре с гастролями находится цирковая труппа из Италии. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. В Самарской области начали цвести кувшинки, занесенные в Красную книгу региона и России. Цветок также носит название белой водяной лилии. Он относится к водным травянистым растениям. Местом его обитания являются водоемы с застойной или тихо текущей водой, озера, пруды, тихие прибрежные заводи, речек. Как сообщают при службе Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, срывать цветок нельзя. За уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, занесенных в Красную книгу, предусмотрена административная ответственность. За сорванную кувшинку человек может поплатиться штрафом до 2,5 тысяч рублей. Бесплатно приобщиться к физкультуре и спорту в Самаре можно благодаря акции «Самара в движении». Спортивные городки построены в разных районах города. На площади Куйбышева, в парках Гагарина и 50-летия Октября, а также на пляже Первомайского спуска набережной. Какие виды спорта можно протестировать, расскажет наш корреспондент Сергей Кизоркин. Площадь Куйбышева до конца лета превратилась в спортивный городок. Здесь каждый желающий может найти занятия по душе. Футбол, стритбол, городки, турники и большой современный скейт-парк. Заниматься физкультурой приходят семьями. Дети и родители от такого физкультурного многообразия в восторге. Я в полном восторге от такого спортивного городка. Я в восторге от того, сколько администрация нашего города, наш губернатор, вкладывает в такие непростые времена и столько вкладывается в развитие нашего молодого поколения. И все это делается с душой, с умом, с любовью к своему городу и к своей стране. С третьей декады июня и до конца лета в городе проходит физкультурно-спортивная акция «Самара в движении». Тренироваться или играть можно самостоятельно, или в команде с профессиональными тренерами бесплатно. В проекте участвуют спортивные федерации, фитнес-клубы и танцевальные студии. А начиналось все в канун чемпионата мира по футболу. Теперь физкультурное лето в Самаре стало уже традиционным. Для приезжающих гостей нашего города, болельщиков, были организованы зоны активности на пляже. Тогда она называлась «Забейгол фанат». Мы поставили инструкторов по пляжным видам спорта. И в 2019 году решили продолжить, так как увидели, насколько востребованы такие виды активности для жителей города. Продолжили уже в новом формате, назвали ее «Самара в движении». Каждый год к акции «Самара в движении» присоединяются новые виды спорта. Становится больше и спортивных городков. В этом году они расположены на площади Куйбышева, в парках Гагарина и 50-летие октября, а также на пляже Первомайского спуска набережной. Актуальную информацию и еженедельное расписание тренировок можно найти в группе ВКонтакте «Самара в движении». Городской департамент физкультуры и спорта планирует масштабировать акцию. Спортивные городки должны появиться в разных районах Самары, в отдаленных в том числе. Это в Куйбышевском и Красноглинском. Сергей Кизоркин, Петр Пламеев, События. Баскетбольные клубы «Самары 3 на 3» комплектуют составы на новый сезон. Тольяттинские теннисистки успешно выступают на теннисных турнирах, а «Самара» увидят матчевое противостояние российских и сербских боксеров. Подробнее в рубрике «Новости спорта». Игроки мужской команды «Самара» по баскетболу «3 на 3» Михаил Ермилов и Артем Федоров подписали новые контракты с клубом. Они настоящие ветераны клуба. Оба выступали и за юношскую, и за молодежную команды. Также контракт с командой продлил еще один «Самарец» Владислав Карпов. А женская команда сохранила в составе Ирину Архипову, которая помогла «Самаре» стать обладателем Кубка России и завоевать серебряные медали чемпионата. В итальянском «Палермо» стартовал женский теннисный турнир на грунте категории WTA 250. В первом круге Дарья Касаткина обыграла итальянку Мартину Тревизан 6-3, 6-7, 6-0. Встреча длилась 2 часа 41 минуту. За это время Дарья сделала 3 эйса и 2 двойные ошибки. И взяла 7 геймов на подачу соперницы. За выход в четвертьфинал тольятинская спортсменка сыграет против соотечественницы Татьяны Прозоровой. Другая уроженка Тольятти Диана Шнайдер выступает на теннисном турнире на грунте в столице Венгрии и Будапеште. В первом круге она переиграла американку Бернарду Перра 6-4, 7-5. За два часа Диана четыре раза подала на вылет и реализовала шесть брэкпоинтов из девяти. Во втором раунде она сыграет против россиянки Марии Тимофеевой. Федерация гандбола России объявила итоги голосования, определившего лучших игроков и тренера женской суперлиги прошлого сезона. В данной процедуре участвовали тренеры команд, выступающих в чемпионате России, а также спортивные журналисты и болельщики. Валерия Кирдяшева из «Лады» признана лучшим разыгрывающим. В прошедшем сезоне она стала главным бомбардиром команды, забив 242 гола и ассистентом. На ее счету 94 голевые передачи. С нового сезона Валерия будет выступать за Ростов-Дон. В Самаре 23 июля во Дворце спорта пройдет матчевая встреча между командами России и Сербии «Бокс на Волге». Бои пройдут в семи весовых категориях. Сборную команды России представят Игорь Свиридченков, Максим Кузнецов, Нурлан Сафаров, Хикмет Гараев, Дмитрий Дводенко, Андрей Косенков и самарец Алексей Салмин. Начало первых поединков в 16 часов. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает, что в 2023 году инклюзивный ресурсный центр запускает проект «Инклюзивная школа ДПИ. Доступные традиции», который продлится до сентября 2024 года. Этот проект направлен на сохранение культурного наследия как главной ценности современного человека. В рамках проекта будет проводиться бесплатное обучение исконно русским творческим ремеслам в заинтересованных группах людей с инвалидностью и без. Преимущественно проект нацелен на людей с различными формами инвалидности, в том числе с маломобильными формами инвалидности, людей с ментальными особенностями и другими заметными формами инвалидности. Подготовка и проведение мастер-классов будет осуществляться под руководством специалистов инклюзивного ресурсного центра, имеющих богатый опыт в реализации проектов, связанных с интеграцией людей с ОВЗ в социум, в том числе через практики декоративно-прикладного творчества в инклюзивной группе. Администрация Кировского района Самары в телеграм-канале сообщает о вакансиях на предприятиях города. Завод-агрегат ждет слесарей сантехников и токарей. Зарплата от 30 до 40 тысяч рублей. Завод-экран нуждается в электромонтерах, экономистах и инженерах. Последним готовы платить 65 тысяч рублей. ПАУ-гидроавтоматика ждет транспортировщиков, фрезеровщиков и слесарей механо-сборочных работ. Зарплата от 30 до 43 тысяч рублей. Предприятие Стан Самары нуждается в инженерах-технологах, слесарях и фрезеровщиках. Зарплата от 45 до 55 тысяч рублей. Администрация Советского района в телеграм-канале публикует фото участников конкурса «Цветущий советский район-2023». Активные жители, которые высаживают цветы и украшают свои дворы, присылают фотографии. В постах опубликованы снимки двора дома номер 101 по улице Советской армии, дома 161 по той же улице, цветущий двор дома 116 по улице Дыбенко. Администрация благодарит всех жителей, которые занимаются благоустройством зеленой зоны, а тем, кто этого еще не сделал, предлагает подать заявку для участия в конкурсе «Цветущий советский район-2023». На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары Гиса в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok